Здравствуйте, дорогие друзья, сотоварищи Хосай Магомедович, Анатолий Ефимович и все, кто смотрит это видео. Как я и обещал, вот с опознаниями в пару дней, я снимаю более расширенную версию, более подробную версию того, о чем я говорил на последнем платном вебинаре у Хосая Магомедовича. Здесь я учту те нюансы и недочеты, и пропуски, которые в основном касаются дат, цифр, которые я допустил в видео на вебинаре у Хосая Магомедовича. Так, начну с того, с чего все начиналось. Для начала представлюсь. Я Александр Котов, мне 33 года, и жизнь моя сложилась особым образом. Все началось 33 года назад, с преждевременных родов, на седьмом месяце, родовой травмы. И в результате чего был получен основной диагноз детский церебральный паралич. Логоневроз, спастика, нарушенный тонус мышц, недостаток мозгового кровообращения. В качестве подтверждения своих текущих и будущих слов я подобрал документы. Чуть позже я сделаю фотографии и совмещу их с этим видео. Это справка МСЭКа об бессрочной инвалидности. А это Хэппи Крис 2006 года, после выписки с дневного стационара. Здесь вам будет видно основной перечень диагнозов. Это будет наша отравная точка, от чего мы будем отталкиваться, чтобы вам было в первую очередь не мне, а вам сравнить показатели здесь и на данный момент, и какие были изменения на пути в течение этого срока с 2006 по 2013 и с 2013 по 2021 годы. И покажу несколько фотографий своих детских. Там будет прекрасно видно, что насколько была прогрессирована моя средняя форма тяжести ДЦП. Вы на этих фотографиях увидите, что начиная от младенчества и далее мне везде нужна была поддержка, опора. Вот здесь, видите, я второй. Слева тоже, но тоже меня вынуждена поддерживать. Матушка. Это я постарше уже детский сад. Цветная фотография. Тоже, видите, перемещался я с помощью кого-то. Или с опоры вдоль стенки и так далее, и так далее. Или ходуль, или костыль. Вот это я постарше. Тут, видите, как скованы мышцы, особенно рука. И осанка, посмотрите. Чуть позже мы вернемся вот к этому конспекту по ключу, который я делал до встречи с Хасаем Магомедовичем. И набрасывал краткую программу. И программа Конспект краткий Лично разработанная для меня программа Вой помоги себе сам Совместно с Хан Анатолием Анатолием Ефимовичем Алексеевым Ну-ка там ему чуть позже говоримся. Так вот, начало было положено ДЦП Спастика Особенно в быту Было Скажем так, заметно Нарушение не только речевого, не только В скованности Но и то, что Трудно было делать бытовые задачи Например, Отстричь ногти Ну то есть, вот так положить одну ногу Перед другой Да Было Невозможно Ах, это сейчас Я могу так Сделать И пять лет назад И семь лет назад Уже мог это делать А тогда Большую часть Моей жизни Это мне было недоступно Расставить Сдвинуть ноги Не сесть на шпагат А вот просто их вот Представить на каком-то Значительном расстоянии Допустим, если Поместить Гимнастический мяч Сюда То растяжка Вот это сейчас для меня Ну Континюра Скорее всего вам не видно Эта растяжка Тогда для меня Не была Достигаема Сейчас я могу это делать спокойно Вот Чем еще мешал Нарушенный тонус Тем, что Ноги Очень быстро уставали Так как Тонус там был высокий Гипертонус в нижней части Гипертонус Гипертонус в руках Гипертонус в шее И плечевом И плечевом Поясе Да Это Чем это можно было подтвердить Спокойно Стук молоточком По ногам Вызывал рефлекс По рукам Абсолютно Руки никак не реагировали Ни тогда Ни сейчас А если в цифры Перевести То Я мог Поднять Не важно Какой вес 5 кг Держать в руках 10 кг 15 кг Не важно Как Но продержать Сколько угодно Долго Или даже Обычный Прямо минуток времени Там Минуту-две У меня уже Руки уставали Руки уставали Напряжение Было Так Вот Значит Вот Вот такое начало ДЦП Спастика Сильный Логоневроз Это сейчас Я практически Не заикаюсь И Перед съемкой Этого видеоролика Я сделал Разгрузку С Идеоревикторными Приемами В общей сложности 25 минут Поэтому Так Относительно Легко С вами Разговариваем Вот Этот Энтураж Здесь Не просто Так Потом Поймете Почему Он здесь Большую часть Моей жизни Моим здоровьем Занималась Матушка То есть Операции Спецобувь Массажи Иглорефлексотерапия Азокериты Электрофорезы Санатории До 18 лет Всем этим Занималась Матушка Если бы не она То я бы не смог Прийти Даже если бы хотел К тому К чему я пришел Познакомился С Помоги себе сам И с Росаем Магнедовичем В 11-13 годах Благодаря ей Я Смог С цыпочек Да Изначально я ходил На цыпочках Стать Практически На ровный стоп Другое дело Что на Опрежение В ногах Оставалось И правая Стопа Смотрела На 10 минут Да И ногами Я очень здорово Шорхал Что спецобувь Что обычная Обувь Тем более Протиралась А на правой ноге Носок На левой ноге Пятка Протиралась 100% Идти Спотыкаться Более-менее Неревную поверхность Допустим На асфальте Камушки Разброшены Да Я каждый второй Зацеплял Потому что Ногу правую Волочил Вот С 18 До 22 Лет После того Я стал Совершеннолетним Я Своему здоровью Внимание Практически Не уделял Ну то есть 18 лет Был последний раз Когда я ездил В санаторий Потому что Все Организовала Матушка С 18 По 20 Второй год Остались В основном Плановые Госпитализации Дневной Стационар Вот Откуда вы Видели Хэппи Криз Да Где был Массаж Капельницы Уколы Да Периодически Были Еще и Физиопроцедуры Там Телекарфорез И так далее Изредка Получалось Допиться Назначение Церебролизина Я его И сейчас Использую Применяю Для Мозгового Кровообращения Все Потом Он был Пирос С 14 До 22 В 2011 Году В ноябре Месяца Я Так Получилось Мама Меня познакомила Со своим Коллегой На работе Который Знал И Использовал Программу Методологию И инструментари Реабилитационно-восстановительная Программа Помоги себе сам Который Насчитывает Более Ну На тот момент 24 года Сейчас Сейчас Программе Больше 30 лет Программа Продолжает Выходить Продолжая В интернет Эфир Вот Мы Созвонились Мне Рассказали Результаты Сказали На что Обратить Внимание Вот Я Нашел Ролики В интернете Стал Смотреть Видео Читать Форумы Письмо Написал Электронное Анатолий Ефимович Рассказал О своих Проблемах Анатолий Ефимович Быстро Откликнулся Задал Много Уточняющих Вопросов Это Ему Только В плюс Как и Касаре Магомедовичу Сказал Что Мне Нужно Пройти Какие Анализы Сдать Обследование Чтобы Ему Предоставить Вот Так Началось Мое Знакомство В До 2013 Гом В основном Это было Телефонное Общение Мы Общались И Анатолий Ефимович Корректировал Мою Программу В 2013 Году Я поехал В Москву К Анатолию Ефимовичу И К Хасаю Магомедовичу Вот Где Были Созданы Эти Краткие Конспекты Вы Выжимки Что делать Когда Да И так Далее И так Далее К К Я познакомился Через Анатолия Ефимовича Он Он Подробно Рассказывал О Методике О том Как она Применяется Сколько она Применяется Что это Метод Апробированный Кстати Важно Сказать Что В моем Повестовании Я приведу Примеры Не только Эффективности Ключа В критических Моментах Стресс И депрессии Но и В обычном Применении И эффекты От него В обычной Жизни Моей Раскрепощение Легкости Да В Сонятиях Усталости Ну так Вот 2013 Год Я был На личном Примене У Хосея Магомедовича У Анатолия Ефимовича Хосея Магомедович Мне Дал Подробную Программу Сказал На что Обращать Внимание На что Внимание Не Обращать Из того Что Я Предварительно Из книги Его Выписал Перед поездкой К нему Вот Хосея Магомедович Уделил Достаточно Много Времени Мне За Одни Сутки Я всего Два Дня Был В Москве День У Хосея Магомедовича День У Антолия Ефимовича Вот Все Я получил Программу Все Меня Там Хосе Магомедович Протестировал Все Были Улучшения Это Видно Было По Хаудиозаписи Которая У меня Сохранилась Все Я вернулся Домой И стал Применять И стал Применять Метод Ключ Да И Он Не Принес Мне Результатов Грубо говоря С 13 По 15 Год Причина Была Во мне Я совершал Одну Главную Ошибку Я Ждал Результатов Я Уловил На тот Момент Не суть А Форму Да Мне казалось Что повторения Движения Могут быть Только одни и те же Да Что их Нельзя было Менять Да И я на то время Делал только Упражнения Шолтай-болтай Да Все Других Я даже И не думал Использовать И Опять же повторюсь Ждал Результатов Это была Моя ошибка Когда начались Изменения Изменения Начались В С 2016 Года Года Но когда Я однажды Плюнув На все Просто стал делать Повторяемые движения А на тот момент У меня был Или сильный стресс Или депрессия Уже не помню Но какое-то Вот скованное Состояние И Зацикленность Мыслей На какой-то Проблеме Или проблемах На тот момент Я просто стал Не задумываясь Ни о чем Просто вращаться И пустить мысли На самотек Не задумываясь Ни о чем Ни о форме движения Ни о том Где я Как я И так далее И так далее И так далее И это Дало На тот момент Результаты На В том первом Дне выполнения Да Разгрузки Все Я Был Не окрылен Но Очень рад К этому Продолжил Продолжил Выполнять Разгрузку Дальше Применять Уже Меняя Движение Да И так же Пуская Мысленно Самотек Но Тогда Особенно На разгрузку Я уделял Очень много Времени Час Два И так далее И это Без депрессии Первый результат Улучшение Морально-психологического Состояния Можно привести На такой Пикантности В 2016 Моя близкая Подруга Была здесь В Охоте На сессии Я об этом Знал заранее И решил поставить Для себя В первую очередь Эксперимент Заговорить Об Теме Которую Я никогда До этого Не затрагивал Ни с ней Ни вообще С Противоположным полом Я Решил Поговорить с ней Об Экентивных Отношениях Вообще О своей Точке зрения На Эту тему Как можно было Понять Как Можно понять Что до этого Затронить Эту тему Не с ней Не Тем более С коллегой Или просто Посторонним Человеком Мне было Невозможно Потому что Возникали Вопросы Что человек Подумает Как сказать Как это будет Смотреться Со стороны Вообще Можно ли Об этом Говорить Возникало Много Много Вопросов Страхов Скованности Волнения Вот В результате Я поставил Эксперимент Ей все Объяснил Перед этим Она Согласилась Я Привел Эксперимент И Получилось Мне Рассказать В течение Получаса В подробностях Раскрыть Эту тему Со своей Стороны Вот Благодаря Тому Что я Заблаговременно Не помню Завтра Две Три Недели Делал Разгрузку И Хидер Электронные Приемы Как потом Оказалось Что с элементами Перезагрузки О которой Я не знал Получая часть Времени Как элемент Ключа Перезагрузка Вот Еще Вот Еще Один Пример Благодарного Действия Разгрузки И вообще Раскрепощения От применения Метод Со 2014 По 2017 Год Я Проходил Заочное Обучение В сервисе Связи И торговли В Сыктывкаре И как всегда Как это большинство Делает И я в том числе Вып Выполнение Что контрольных Рам Ну а Вот что курсовых Откладывал На потом И вот один момент Один такой эпизод Был примечательный Что Мне нужно было За воскресенье Мне в понедельник Уже выезжать Проштудировать черновые наброски своего курсовика, все это совместить, удалить лишнее, текст отформатировать и перечитать более ста страниц текста. Притом найти в них повторения и удалить взаимоисключающие... ...батарею. Продолжаем. Вот, значит, 2016 год. Да, мне нужно было за один день, за одни сутки прослуживать такое количество страниц, при этом не чокнуться и не допустить новых ошибок. И я помню, что в течение дня, в течение воскресенья, выполняя эту работу, я каждый час-два делал 10-15 минут, делал разгрузку. Вот, два часа прошло, делаю разгрузку. Час прошло, делаю разгрузку. В результате, мне, конечно, ушло на это весь день и вечер воскресенья, но я смог проштудировать данное количество страниц, соединить это всё, совместить, согруппировать и правильно отформатировать текст по требованию курсовой работы. Да, хотя это вот благодаря тому, что я дробно делал разгрузку. Вот, в 2007 году, в 2017 году, прошу прощения, было очень яркое событие, проиллюстрировавшее эффективность ключа в борьбе с сильными депрессивными состояниями. Я как раз об этом моменте и рассказывал в своём выступлении на вебинаре у Хасая Магомедовича, на последнем плане вебинаре у Хасая Магомедовича, где я рассказывал о том, что я за три дня, выполняя разгрузку более двух часов, в моём случае, смог переломить хребет депрессии. Когда я уже на третий день, как я так люблю иллюстрировать, на третий день тучи в голове, чёрные, 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 непроходимые, неприбиваемые, стали проясняться, уже стали, солнышко стало проявляться, эту слабейшую чёрную нгулу. Когда я уже с третьего дня ещё пребывал в депрессии, ну, она шла на спад, когда я уже мог побриться. У меня просто появилось желание и силы начать приводить себя в порядок, приводить в порядок дом, да, что-то себе приготовить и так далее, и так далее. И думать не только о тех проблемах, которые у меня вызвали депрессию, но и о чём-то другом, в конце концов, с меньшим количеством браков выполнять свою работу. На четвёртый, пятый и последующие дни выполнения разгрузки, а время на её выполнение мне отрывалось всё меньше, да, уже час, час двадцать, пятьдесят минут, сорок минут и так далее, и так далее. Пятый, шестой и последующие дни помогли мне выйти в моё уже нормальное, скажем так, нулевое состояние моё обычное, и работать уже на перспективу. Да, ну, то есть, улучшать своё обычное состояние, раскрепощаться. Это был 2017 год. Тот же 2017 год, привычательный, ещё и следующий пример. Мне нужно было защищать дипломную работу, я об этом знался ранее. Что нужно было выступать в аудитории перед преподавательским составом, перед комиссией, перед моими однокурсниками и однокурсницами. В основном были девушки и женщины, я был единственным мужчиной в группе. И заранее, за месяц где-то до поездки на сессию, я делал разгрузку. Делал разгрузку и хидиорефлекторные приёмы. И потом, как оказалось, когда я вышел в своё нулевое состояние и мог уже 100% думать о том, о чём я хочу думать, я подсознательно применял, использовал перезагрузку, то есть представлял себе необходимые изменения в форме конечного результата. Я представлял, что я выступаю, что у меня речь нормальная, что связи в речевом отделе головного мозга восстанавливаются, что улучшается питание головного мозга, что здесь у меня пропадает спастика, что нету зацикливания. Я это представлял себе изо дня в день. Я не скажу, что я все 7 дней в неделю делал разгрузку, перезагрузку, хидиорефлекторные приемы, но 5 дней в неделю это совершенно точно. И это привело к тому, что я смог сдать предзащиту успешно и защититься успешно на 5. И к этому подтверждению есть аудиозапись защиты. И еще, кстати, в течение 3 лет обучения, еще один положительный момент от использования ключа есть. Поскольку я был в женском коллективе, был молодой, моложе, чем сейчас, у меня, конечно, были свои симпатии к коллегам. И особенно к одной девушке, которая была старше меня на пару лет. Но, как я ее называл и оценивал, она была самая красивая и самая приятельная девушка из всего класса. Даже давала фору более молодым 19-летним моим одногруппницам. А эффект от применения ключа становился в отношении ее к тому, что я набрался смелости и пригласил ее сначала прогуляться, потом в кафе, потом на аттракционы и так далее, и так далее, и так далее. Завести разговор в первую очередь, сделать шаг, себя, скажем так, раскрыть, да, вот что. И не стесняться своей симпатии, к тому же, к красивой девушке, на которой сходятся не только мои глаза, но и других молодых людей в учебном заведении. В результате все получилось хорошо. И мы остались хорошими приятелями. И друг другу помогали. Это был до 2017 года. Еще хочу посвятить тему вот чему. В моем окружении, среди родных, близких, друзей, коллег, нет ни одного человека, который бы заинтересовался методом ключ. И сейчас скажу по какой причине. Что бы я ни рассказывал, какие бы примеры не приводил, и даже не скидывал в своем видео, вебинаре, где я участвовал. Это, кстати, был спор с моим другом, у которого тоже ДЦП и тоже заикание более сильное, чем у меня. Мы практически одногодки с ним. Мы посмотрели, что я сделаю такой шаг, что выступлю в прямом эфире перед аудиторией на вебинаре. И если я это сделаю, то мой друг переселит в себя, не то что поверит в методику, нет. Он не смеялся в моих словах, но не думал, не хотел это делать, потому что, как он потом сказал, буквально на три недели, что у меня нет депрессии. Зачем мне ее делать? Зачем мне ее делать? И то же самое моя подруга, которой я приводил пример, с которой был первый разговор на интимные темы, ее это тоже не заинтересовало. Хотя она сейчас выполняет руководящую должность. Поэтому вторую часть я посвящу использованию ключа и эффективность ключа для людей, которые не пребывают в каких-то сильных стрессовых состояниях. Депрессии, апатии и так далее, и так далее. Самое наглядное эффект от ключа для меня заключается вот в чем. Что иногда я ложился спать в 3-4 часа ночи, потому что, допустим, делал ремонт на кухне. Переклеивал обои, перекладывал к лимитуса. И чтобы за оставшееся время до 7 часов утра хоть как-то выспаться и не стать разбитым в 7 часов утра, я делал разгрузку 20-30 минут перед сном. И уже тогда я чувствовал, и продолжаю это считать, что часть усталости и сонливости проходили. Но спать по-прежнему не хотелось. Но это не вырубало меня. Вот, сделав 20-30 минут перед сном, это позволяло достигнуть того эффекта, что за 2-3-4 часа сна я более-менее лучше восстанавливался. Мог думать, собрать и утром, и днём, и спать меня отрубало только ранним вечером следующего дня. Нет, не следующего, текущего дня. Также разгрузка и хитроэлектронные приёмы помогают снять просто часть рабочего, психоэмоционального напряжения или мышечного напряжения. Это выражается и выражалось в том, что, если, допустим, я себя запустил и не делаю ни разгрузку, ни какие-то элементы ключа, ни ею, две и так далее, вне депрессии, да, то начав её делать, ну, делать первым, первым эффектом в первый же день, это зевота, и это слёзы, да, слёзы, влажные глаза. В последующие дни, да, поскольку всё-таки гипертонус у меня сохраняется по сей день, да, но в последующие дни, да, второй, третий, я чувствую, что мне хочется распрямиться, да, хочется вытянуться. Да, вообще, кстати, моё тело ведёт себя следующим образом, что в основном хитроэлектронные приёмы мне нравятся делать, и они у меня почти сразу получаются после разгрузки, да, в вертикальном положении, да. И ещё одно проявление, особенно при выходе из депрессии, я отмечал, что, допустим, мне часто, ну, на работе, да, хотелось потянуться, разжаться, пружине разжаться, да, при ходьбе, да, при перемещении, да, мне хотелось плечи выпрямить, грудь вперёд. Вот, ещё это правило с тем, что если я был в депрессии, хилевопатии до этого, стал, то я обычно обязательно или коленкой, или плечами, да, задеваю что-либо в доме, там, косяки, углы, углы, столов и так далее, и так далее. При применении после разгрузки этих приёмов через несколько дней всё я замечаю, что мои движения стали более точными, плавными, и скорость реакции восстановилась. Бывает так, что на работе приходится задерживаться около 12 часов вместо 7-часовой следы. И, конечно, в такие моменты, особенно, когда много работы, когда ситуация требует быстро переключаться между физическим трудом и умственным, да, там, не знаю, к 10-му часу, допустим, для примера, у меня накоплялась усталость, и голова становилась тяжёлая, была усталость, ну, хотелось спать. Иногда вот просто делаешь ты работу механическую, да, и вот так и хочешь клюнуть носом в клавиатуру, ты себя поправляешь, и делаешь, делаешь потом опять. И чем я спастался? Я шёл в уборную, там уборная, но маленькая, где-то, может быть, полтора-два метра от силы, пол-лощадь была, где шалтай-болтай уже не сделаешь. И ножницы не сделаешь, как это сейчас стало моим любимым упражнением при разгрузке. разгрузке, но просто вращать одной рукой, да, встав где-то 5-7 минут, вот, и выполняя это, значит, движение, да, разгрузочное в тесном пространстве 5-7 минут, и так несколько раз за 3-4 часа последующих, это помогало мне собросить часть физической и, главное, эмоциональной своей загрузки, когда тиски голову отпускали, и я уже не клювал носом в клавиатуру. Вот, ещё ключ, разгрузка, и особенно идея рефлекторные приёмы, потому что в основном у меня, если я выполняю ключ неделю, две, три, то уже, ну, это уже к середине этого срока, в основном время на разгрузку я уделяю 20-30 минут, а на идея рефлекторные приёмы, момент истины, да, и перезагрузку, когда я думаю о желаемых изменениях в себе и вокруг меня, я уделяю 40 минут в час. Обычно я это стараюсь делать утром перед работой, ну, перед началом активного дня вообще. Вот, я могу сказать, что идея рефлекторные приёмы, особенно с сочетанием с такими приёмами, как космонавт, дирижёр, помогают уже раскрепоститься, ну, добавить энергии. Да, когда... Примером этому служит то, что мои коллеги не дадут соврать, что я стал более весёлым, я становлюсь более весёлым, более раскрепощённым, более разговорчивым. Шутки, безобидные подколы, их инициатива начать разговор с коллегами, особенно молодыми и симпатичными. Это всё сопровождает меня как результат применения ключа. Разгрузки в меньшей степени и в большей степени хидер-рефлекторных приёмов и момента истины. Чем можно резюмировать, да? Часть моё выступление, части, посвященная ключу, я так это сформулировал. Сейчас ключ хэд-хэд это быстрый выход из преддепрессионных состояний, из депрессии. И если продолжать 4-5 дней делать элементы ключа, то, что такое депрессия, забывается. Так как улучшается самооценка, а взгляд на обстоятельства и проблемы в себе и вокруг становится более взвешенным, с лучшей уверенностью в себе. И опыт, каким бы он ни был печальным, не является травматичным. Также ключ помогает и раскрепоститься, находить ранее неизвестные варианты решения задач и проблем. В качестве примеров, однажды я, когда мог думать о том, о чем я хочу, думал, думать, это было да-да, ну, лет 5 назад, я думал, как мне сделать так, видеть реальную температуру воды, набегающую в ванну, потому что мне часто необходимо, я уже привык, делать в ванной расслабляющей, лечебной, гипертермальной для искусственного повышения температуры. И мне нужно было знать, какая температура у меня в ванной. Особенно сейчас, когда я не пользуюсь водой из горячего, из систем центрального водоснабжения горячего. Беру воду из бака, а она там, извините, конечная, там всего 100 литров, но 100 литров, если правильно распорядиться, температурой воды, ее хватает для того, чтобы наполнить ванну и начать принимать ванну с 36 градусов воды и до 41 градуса. Я думаю, как мне так датчик закрепить, чтобы я знал датчик с дисплеем, ну вот такой. Я об этом думал на свободней волне, когда делал просто повторяемые движения. И мне стали приходить мысли и идеи, прямо в голову реально приходить идеи о том, как этого добиться. Я просчитывал разные варианты, продумывал наперед их, искал в них плюсы и минусы. В результате я это успел опробовать на черновом варианте, но монтировать мне эту конструкцию не пришлось, потому что я нашел, я потом его покажу в разделе этого видео о всякой-всячине, да, как я ее назову, я нашел на Алиэкспресс приспособу, которая монтируется между смесителем и гусаком смесителя и показывает температуру реальную, которая сейчас пробегает мимо этого устройства. Очень удобно. Также я могу сказать, что выполнение ключа на свободной волне помогает мне, поскольку я человек не творческий, я человек более логичный и структурированный вот такого плана мышления, да, и его весьма требовательный и понятно, дотошный и понятно, потому что я козерог, земной знак, тяжелый. но еще один из моих черт это критичность мышления, критичность мышления и категоричность суждений. Критичность мышления во многом себя проявила с лучшей стороны по жизни, хотя я с ней чувствую себя как белая ворона среди среднеобычных нормальных людей, которые большинство из них, извините, не обладают критичностью мышления, но которая мне помогла и выйти на Хасая Магомедовича и на Анатолия Ефимовича и вести диалог на равных и одержать победу с управляющими компаниями. Как пример, устранили в доме монтаж, неправильный монтаж замену стояка, в результате чего пришлось обращаться в инстанции. И моя критичность мышления, любовь к я не просто сейчас так рассказываю, и любовь к или тяготение, я так это назову, к причинам связям помогла мне добиться без суда всего благодаря двум заявлениям и добиться переделки работ их устранения дефектов в доме за их счет, в квартире за их счет, компенсацию повреждения обоев, скажите, я вам скажу, подоконника и добиться наконец за 10 лет, сколько я на тот момент жил в этом доме, сделать косметический ремонт всего подъезда заменить светильники, выключатели и почтовые ящики в доме. немного потерял мысль, ну вот, да, использование ключа, когда ты можешь думать о том, о чем думаешь, в моем, в моей жизни помогает мне хоть чуть-чуть, но перетянуть бегунок строго логического и структурированного мышления в сторону, как это сказать, слово вертится на языке простое, оно простое, ну, то есть, грубо говоря, мне сложно в вопросах там, дизайна, допустим, выбора интерьера, украшательства, да, цвета, фактуры и тому подобное, вот, но ключ помог мне правильно сделать выбор, допустим, когда я делал ремонт на кухне, да, подобрать красивые обои, которые сочетаются с мебелью, ну, которые там установлены. Это же мне помогло найти на Алиэкспресс декоративную самоклеящуюся пленку фактурную, которую я покажу в разделе по всякой всячине. Также ключ помогает мне, поскольку во мне есть зачатки, не скажу, творчества, но я могу описывать свои чувства, переживания, отношения к людям и к событиям достаточно ярко и подробно, интересно. Но для этого мне нужно вдохновение. Но ключ мне помогает к этому вдохновению лучше прийти. как из последнего служит доказательством на моей странице ВКонтакте можно найти два поста о кратком и полном отзыве о последнем фильме, который я посмотрел «Подольский курсант». и он же сподвиг на меня задаться целью, которую я выполнил в течение февраля месяца, написать рукописное живое письмо и отправить с голубями по почте молоденькой актрисе. Эпизодическая роль как много, но которая меня хоть хоть очень выпечатлила. И в том числе я это видео снимаю и для нее, потому что так как Дарья представительница творческой профессии, я хочу в письме сделать упор в том числе и на том, что ей применение ключа один и тем более ключа два расширит ее возможности. творческие хотя бы по смене образов по вживанию в роль. Поэтому этот видеоролик не только для Семена, не только для обычных пользователей. Для Семена это мой лучший друг, который до сих пор пока свои обещания не сдержал. Паритая выиграл и выступил в веб-правом эфире, но пока Семен ничего не говорит, кроме того, что у него нет депрессии. Поэтому это видео в том числе нацелено на то, чтобы дать примеры того, что ключ нужно и можно применять не только людьми, но и заплеваниями и обычными людьми и не только в стрессовых состояниях, но и в обычных, в обычной жизни будешь чувствовать себя лучше, легче, засыпать, высыпаться и просыпаться легче, будешь чувствовать себя раскрепощенным, более свежим и отдохнувшим. Для этого нужно лишь один раз освоив и поняв, что такое ключ, подобрать себе любое проходящее механическое движение и выполнять его столько, сколько тебе нужно. При этом думать, о чем думается и не мешать своим мыслям, не зацикливаясь на форме движения, что движение можно менять, да, можно делать перерывы, можно делать один раз на длительный промежуток времени. Или несколько раз понемножку, это дробная или фракционированная разгрузка, которую называет Хосе Магомедович, вот, но на работе я так и поступаю по сей день, поскольку там нет возможности где-то уединиться и делать 20-30 минут разгрузку. По 5-7 минут в стесненном пространстве сделать повторяемое движение и это давало еще на час-полтора мне активной работы, активной мыслительной деятельности и снятию напряжения в первую очередь в голове. Вот, 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 к чему стремиться, где мог бы быть полезен ключ, особенно хидерфлекторные приемы и перезагрузка. Да, это решить мою старую проблему, это плохая самоорганизованность, плохая самодисциплина. Это раз, и выработать отношения, форму взаимоотношения с моими коллегами, да, чтобы не обижаться мне, не уходить в депрессию, не обвинять никого, да, а спокойно, трезво, смотреть на обстоятельства, на людей или на обстоятельства, которые приводят вот к этим, привело бы к тому, что если бы не ключ, то я бы зациклился бы на проблеме, на этих лютях, думал бы, что я сделал не так, или как он, как он, или так могли сделать, и так далее, и так далее. Вот ключ, особенно перезагрузка, помогли и помогают избегать больших трений во взаимоотношениях, ну, в частности, в рабочих. И продолжая эту работу, я сейчас нахожусь в переходном периоде, в хорошем смысле слова, когда по-старому я уже себя не веду, и стараюсь жить и работать, поставить себя в коллективе по-новому, чтобы уже не только желание, прихоти и тому подобное выполнять идущий ход от коллектива в мой адрес, но и отстаивать свою точку зрения, и показывать, что я не лыком шик, что у меня тоже есть свое мнение, свои пожелания и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, опять же, но над всем как шапка, это в случае, если что-то не получается или недополучается, не обижаться ни на людей, ни на обстоятельства, не уходить в депрессию, как как-то было буквально еще в 2019 году. Поэтому на этом я хочу завершить свою часть, посвященную именно ключу и перейти к второй части, которая помогла мне поддержать себя уже с физиологической точкой зрения. Выложит ли это Хасай Магомедович вторую часть? Я разрешил Хасаю Магомедовичу действовать на свое усмотрение. Он может оставить эту вторую часть и выложить ее вместе с первой или не оставить? Потому что в первую очередь метод ключ и тот канал на ютубе, который ему посвящен, являются все-таки психотерапевтическим методом помощи людям здоровым и не очень. Так, теперь перейдем ко второй части. Счастье это помоги себе сам. Как я говорил, я пришел к нему в конце 2011 года, когда оба авторы его и о методе мне рассказал коллега моей матери. Я уже говорил, что сначала критически смотрел на это все, пересматривал видео, читал форумы, искал отзывы о программе и их инструментариях, большая часть из которых вы видите перед собой на других форумах, а не только на сайте, посвященном этой передаче. В результате уже в 2012 году я начал ей активно пользоваться. С чего все начиналось? Да, опять же, последствия ДСП. это низкое давление, гипотония, большая спастика нижних конечностей, высокий, высокий гипертонус мышц, настолько, что нельзя было бы ногу поставить. Это на то время диагностированная микроязва желудка и гастрит. И тогда до того времени слово диета, которое я должен был придерживаться, но ее не до конца придерживался, были для меня страшным вообще времяпрепровождением в моей жизни, скажем так. Это отказаться от жареного, острого, вкусного и так далее, и так далее. А есть только парные котлеты с капустой. На данный момент 5-7 лет уже я себе практически ни в чем не отказываю. Мясо, сгущенка, беляши, выпечка, алкоголь изредка являются моими спутниками по сети. И никакого обострения гастрита нету. И сейчас, и 6-7 лет назад уже я мог диагностировать спокойно, что мое давление нормальное теперь стало не 90 на 60, когда не понаслышке мне было знакомо слово сложное эле-те-у-ра-кок, которое сложно выговорить. Но оно мне помогало хоть как-то к середине дня не упасть просто от недостатка энергии и слабости. мое давление где-то с 2014-2015 годов или по сей день 110-115 на 70. Отлично. Про микроязву мы забыли вообще где-то уже на второй год. Гастрит перешел в хроническую форму, но из нее он и не выходит по сей день. спастиках уменьшилось настолько, что уже как лет 7 мои стопы стоят практически смотрят на 12 часов. Обе в том числе и правая. Я могу теперь стричь ногти на ногах, извините. Я могу я не вынужден покупать обувь и летнюю зимню каждый сезон пару раз. Потому что, как я говорил, обычно у меня на левой сносилась и стиралась пятка, на правой стиралась носок. Да, я перестал ногами зацеплять постоянно какие-то неровности. Я могу бегать, просто бежать за тем же автобусом. Причем не в раскорячку, ну, я сейчас не могу это показать, не в раскорячку, но вот так вот, как робот поврежденный. А спокойно бежать и идти быстрым шагом с минимальным, с минимальным, с минимальной демонстрацией того, что у этого человека есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом. И как мне говорили мои знакомые и просто мне незнакомые, ну, люди, когда узнавали, что это ДЦП, что нет, мы думали, это вообще просто какая-то авария или производственная травма и не более того. Все. И вот это вот результат моего участия по сей день курсами в программе «Помоги себе сам». Какой же инструментарий мною применяется и он также годен для большинства людей не только с ДЦП, но и с другими заболеваниями или просто здоровыми людьми, которые хотят поддержать свою хорошую форму. Сейчас заменю батарейку и мы продолжим. Вот что же это за инструментарий. Ну, во моем случае самое главное и важное это было улучшить кровоток. Благодаря чему? И зачем в первую очередь? Во-первых, это недостаточное кровообращение вообще, в том числе и головного мозга. во-вторых, это на тот момент были вечно холодные конечности, особенно нижние. и что мне помогло и помогает по сей день в решении этого вопроса. Это скипидарные ванны с медицинским скипидаром. Вот это вот остатки с последнего курса, который я сделал до Нового года. Я применяю общие скипидарные ванны и поскольку у меня нормальное давление, то я делаю самый луч, но лучший из всех трех вариантов это смешанные ванны. Половину желтого раствора, половину белого раствора. Но для тех, у кого спастика, кому нужно получить расслабление мышц, то конечно лучше использовать чуть больше добавлять в пропорции белого скипидара. Процедура там практически нет ничего неприятного, кроме одного. Это запаха, который остается на твоем теле в первые несколько часов, потому что смывать после принятия ванны, смывать себя, ополаскиваться, принимать душ нельзя. Это нужно делать спустя пару часов после принятия ванны. И второй еще какой момент, который не всем может прийти по душе, это что чем выше температура воды, а значит и тело, которое искусственно поднимется, чем выше температура воды, в которой ты находишься, тем лучше. Поскольку у меня нет проблем с сердцем, слава богу, то я в начале, в 2012 году, предельная температура, которую я мог вытерпеть, это было 38 градусов, сейчас я спокойно довожу ее до 41 градуса, но последние 3-4 минуты нахождения в ванной. Обычно это происходит так, что всего около 20 минут, первые 5 минут это комфортная температура, там 36-37 градусов, и потом в течение получается 10 минут последующих я увеличиваю температуру, довожу ее до где-то 39-39,5 и нахожусь в этой температуре, ее поддерживая, и последние 3-4 минуты я врубаю кипяток, довожу до 41 градуса и нахожусь. Это нелегко, если твой мозг ничем не занят, поэтому я это давно понял и стал себя чем-то заменять, мозг свой чем-то занимать, книгой или просмотром видео. А так вообще уже на 15 минуту хочется просто покинуть ванну, потому что тебе жарко. В ванной по желанию и последующей рекомендации Анатолия Епимовича было добавление в скипидар скипидар эмульсии, который содержит в том числе и отвар и трав. Вот что еще мне помогало улучшить кровообращение местное и общее. Это ипликатор Кузнецова. В данном случае вы видите его в его оригинальном исполнении в металлическом. Я не буду его вскрывать, потому что его очень сложно запаковать потом. Но здесь металлические иглы и его длина составляет всю длину позвоночника. На всю длину позвоночника от копчика до шеи. очень остро, очень болезненно на первых минутах. Сразу говорю. Но потом если не юрзаешь, тело привыкает, я уже давно сплю на ипликаторе. Но данный ипликатор появился у меня не сразу. Первый мой ипликатор был обыкновенный пластиковый с пластиковыми кругляшками. Он помогал мне и помогает снять как острые явления допустим боль в пояснице, так как я с тяжестями работаю. И общую успокоить нервы с течением времени на 3-й, 5-й, 10-й сеансы. Увеличить, нет не увеличить, а более восстановить к своей норме физиологической подвижность спины, мышц, особенно перенапряженных мышц шеи и воротника. Но потом уже где-то лет 5 я стал применять ключ, ой, прошу прощения, ключ, эпликатор для ног. Сейчас посмотрю. Остался? Да, остался, слава богу. Это было сделано по заказу. вот просто ткань на липучке и вокруг не спазмеренных, а напряженных и кроножных мышц, ну, мышц, и как это, мышц бедра я это все обматывал и либо сидел в таком состоянии 20-30 минут, либо ходил, ходить, ну, конечно, было больнее. Но это давало эффект, такое ощущение, что ты сбросил, не знаю, 5-10 кг с ног, такая легкость появлялась. А поскольку этот аппликатор на спину все воздействует, то он улучшается со временем, восстанавливает кровоток нарушенный и приток крови к мозгу. Пластичность появляется. Когда я помню делал прожим, это когда 1-2 минуты тебе кто-то прикладывает усиленно на пояснично-крестцовый отдел, копчик самое болезненное место для применения хиппликатора. Там очень острая боль, поэтому я не каждый раз соглашался на это, и поэтому прожим аппликатором 1-2 минуты в основном у меня заканчивался на пояснице. Поэтому если у вас нету язв, ротинок или каких-то новообразований на спине, то вы спокойно можете использовать аппликатор, он вам в жизни пригодится. кровь и тогда и сейчас Хан Анатолий Ефимович мне рекомендовал, чтобы улучшить реологию крови, то есть текучесть, это а всю свою последующую жизнь пить достаточное количество воды, на работу я всегда ношу с собой литровую бутылку. Всегда это стало просто как телефон брать с собой. И курсами пить каруивы. Каруивы это кроворазжижающий элемент и содержит в связанной форме ацетилсалициловую кислоту, но которая в отличие от чистой ацетилсалатистовой кислоты не приводит к переразжижению крови, к потере ее совертываемости и не приведет к внутренним кровотечениям желудочно-кишечного тракта, особенно если у вас к этому есть предрасположенность. Но применять каруивы нужно дольше, чем если бы это было первые эффекты возникнут к концу первого месяца только. Чем если это было бы от применения обычного аспирина. Второе. Солянка холмовая помогала и помогает подчистить печень, помочь ей не очистить ее, а подчистить. вывести частично застойную желчь, прогнать протоки. Это очень хороший гепатопротектор. И стоит он в наших аптеках около 50 рублей. На сайте помоги себе сам в их магазинчике это стоит 70 рублей. Я стараюсь покупать там, потому что программа я не знаю за счет чего она продолжает жить, потому что ни за своей консультацией, ни за помощь людям, ни за интернет-эфиры, ни Хосай Магомедович денег не берет. И тем более Анатолий Ефимович. Поэтому я стараюсь и вот это покупать там, учитывая, что это самый близкий, это и есть тот состав первоначально, который был разработан залмановым, автором скипетарных ванн, плюс корень лопуха как противопухлевое средство. Потом уже последние три года в выпусках помоги себе сам Анатолий Ефимович рассказывал про чистку лимфы, лимфотока, лимфоузлов. В этом вопросе помогают листья черной смородины. тоже пить, если есть подозрения, а вот нужно от двух недель и больше. Лучше всего сочетать еще с какой-нибудь травой. Я это сочетал, допустим, с петрушкой, который помогает в борьбе с солями. Так, что еще? Вот особенно хочется на этом. Это два сорбента, знакомый всем активированный уголь и хэнтерсгель. Вообще помоги себе сам эта программа в основе которой лежит физиологическое очищение организма. В том числе не в последнюю очередь благодаря сорбентам. Поскольку запоров уголь активированный не вызывает, это самое, в моем случае, самое простое, самое дешевое средство хэнтерсгель для очищения организма. Там его нужно принимать по собой программе и не каждый день, в отличие от солянки или той же кры ивы. А там применяешь 7 дней перерыв, следующий месяц 7 дней перерыв и третий месяц 7 дней перерыв. Это было в моем случае так. Чем мне помогло видимые изменения? Это в том числе и помощь, пусть и второстепенная, но помощь в улучшении кровообращения. Это чистка кишечника, благодаря чему у меня просто стало меньше высыпаний, прыщей, раздражений и так далее, акне. Сейчас они остались только эпизодами в зависимости от каких от бадов, которые при мне остались только на плечах. церебролизин здесь не просто так, он не имеет отношения к помоги себе сам, но как отсылка к тому, что пусть их основа моего хорошего поддержания физического и психоэмоционального состояния составляют метод ключ и оздоровительно восстановительно реабилитационная программа помоги себе сам, но все-таки я не отказался и не откажусь от применения использования методов обычной медицины. примером чему служит и курс применения церебролизина, который еще нужно выбить через врачебную комиссию, просто так не дают, поэтому нужно обосновывать каждый раз. И в этом, кстати, мое упорство, напористость помогает и критичность мышления и отсутствие страха отстаивать свою точку зрения, по крайней мере, в вопросах здоровья и самочувствия. И последнее, на чем это полифит М. Это бальзам, содержащий 21 живую траву в масле. Это хороший господи, иммуномодушный, химмуномодулятор. С точки зрения Анатолия Ефимовича, с которой я согласен и я не сомневаюсь, один из самых лучших, если не самый лучший химмуномодулятор и вообще средство для поддержания и усиления химмунитета, ну, которое практически не дает побочных эффектов и не дает аллергической реакции. В своих выпусках Анатолий Ефимович не раз и не два рассказывал о его пользе и о том, как его применять либо отдельно, если тебе лень участвовать в программе, или в составе СВЕ для каждого СВЕ и реабилитационно-восстановительной программе. Что касается меня, то, к сожалению, моему, это всего второй, будет второй курс на предстоящие весенние гриппы, простуды, хуэрви и так далее. Второй курс вообще в жизни. Если скипидарные ванны, я применяю курсами каждый год, один или два раза, это курсами, сорбенты курсами, солевые ванны, успокаивающие солевые ванны, с комфортной уже температурой через день или каждый день, да, то вот, к сожалению, полифит М я буду использовать второй раз в жизни. Так, а еще вот такой пример сомикалки, да, вообще в 90% случаев я делал хоп-хоп- общие скипидарные ванны, где я покружал тело по до уровня сердца, не выше, потому что температура большая, высокая и сердечко заведется в таком случае и даст о себе знать повышенным пульсом, более повышенным чем это нужно. Я потом догнался, как же делать, мол, только ножные ванны, да, и когда нет возможности той или иной сделать общие ванны, потому что в случае с ножными ваннами достаточно 10-15 миллилитров на прием а не до 100 миллилитров ну как это входит в моем случае я начинаю с 40 потом прибавляю по 5 миллилитров каждый день и когда я дошел до общего объема 100 миллилитров на ванну я на этом останавливаюсь и делаю последующие 12-15 или там 24-ю последнюю ванну за курс делаю с этим неизменным объемом 100 миллилитров на ванну то здесь достаточно 10-15 миллилитров это непромокаемые и водонепропускаемые сапоги болотники которые в моем случае по практически по пах мне доходят и в них принимать ванны нужно очень комфортно потому что можно довести температуру не только до 41 градуса но и выше 45-46 градусов я применял доводил ноги были красные красные но ожога слава богу не было вот еще был был есть такой элемент в моем курсе как инструментарий в помоги себе сам это горячие грудные обертывания я сейчас не могу их показать потому что но суть вам расскажу это когда ты свои легкие корпус тела обматываешь горячим полотенцем и так в течение определенного количества времени очень помогает легким их очистке и в последующем кислородонасыщению ничего не надо кроме горячей воды и хорошего полотенца большого желательно чтобы еще кто-то помогал это все взять потому что вода остывает очень быстро полотенце остывает очень быстренько вот так вот ну что вторую часть буду заканчивать по твоей дороге скажу что благодаря вот этому здесь представлено большинство инструментария да вместе с приемом воды и вместе с питанием где можно есть все что ты любишь и хочешь но есть понемножку и как можно чаще разбить прием пищи на 3-4 раза в день если понемножку мне есть не получается потому что я люблю есть и у меня задача была которую я достигнул с 55 за год поднял свой вес до своей нормы до 63 килограмм благодаря тому что я люблю поесть умею умею приготовить самую обычную еду в том числе и выпечку но знаю что я лучше поделю эту порцию на несколько раз и съем ее в течение дня да и еще один такой элемент это применение рыбьего ну здесь рыбьего жира нету да как сказал Анатолий Алексеевич всю жизнь поскольку живешь на севере и у всех сельдинно-северян недостаток кислорода гипо вот не могу сейчас сказать слово не могу подобрать вот поэтому в моем случае да принимать рыбьего жира но в поддерживающих дозах ежедневно практически как воду вот о чем еще раз мы здесь что еще мне помогает поддерживать себя так фрагментарно это не есть основа благодаря чему я в таком хорошем состоянии в котором я есть но всем любим полезен и особенно с повышенным напряжением мышечным и эмоциональным это магний в данном случае перепробовав несколько вариантов я остановился последний вариант это жидкий магний в жидкой форме ионный на которых усваивается на 80 или 90 процентов мышцам хинерной системе релаксации помогает мне лаванда мне этот запах нравится микроэлемент цинк с медью цинк это мужской микроэлемент поверьте вместе со скепидарными ваннами и ихним приемом я вам скажу что кровоток улучшается в том числе и в паховой области поэтому как-то выразиться как бы выразиться корректно увеличивается количество раз когда ты можешь порадовать свою вторую половинку вместо церебролизина когда я его не применял улучшить мозговое кровообращение мне помогали гинкобел гинкобел это большую часть времени потом уже я узнал что сочетание с готуколой они усиливают друг друга быть Я заинтересовался ароматерапией. Маслами, хефирными и косметическими с лечебными эффектами. Что я чаще всего использую? Это уже мною упоминаемые ранее лаванда. Это мирракот, который помогает лучше всего из всех масел, которые я перепробовал, бороться с прыщами, раздражениями, гнойничками. Потому что кожа на лице мне чувствительна, вообще на теле, а на лице так тем более. А бриться мне проводится раз в неделю, это минимум. Это витамин D3, который открыл себя с другой стороны. Посмотрев несколько научных передач, теперь применяю витамин D5 или 10 тысяч единиц с июня практически по сегодняшний день. С небольшим перерывом в 1-2 недели. Так, что еще? Шалфей мускатный. Он помогает лучше, но лучше войти, быстрее войти, скажем так, чтобы было понятнее, в трансовое состояние. Быстрее войти. Мята. Ну, хороший тонизирующий аромат, приятный. И им хорошо полоскать зубы и вообще ротовую полость. Латан. В частности, подойдет один из лучших масел для гипертоников. Для скорой помощи при снижении высокого давления. Это было куплено, в первую очередь, для матушки, когда она здесь гостила. Что еще? Ну, здесь много, конечно, масел. Вот. При ОРВИ. Да, при... У меня же все-таки хроническая ангина. Но, которая практически один, ну, максимум раз в год, а то и не проявляет себя вообще. Когда проявляет, когда я запускаю процесс, да, то мне помогает чайное дерево. Его здесь нету, оно у меня в другом месте. Лаванда. Пихта. Ей можно смазывать прямо гланды. Вот это я использую их очень редко. Смесь масел для более крепкого сна, потому что у меня, слава Богу, так в жизни случилось, что стоит мне принять горизонтальное положение, положить голову к подушке, минут 15-20 я проваливаюсь в сон. Это является и плюсом, и минусом, и в том плане минусом, что мне трудно противостоять и потом все-таки собраться, самоорганизоваться и встать, и сделать то, что я намечал сделать. Но чаще всего я переворачиваюсь на другой бок, да, и продолжаю спать уже практически до утра, предварительно раздевшись, чтобы не спать одетым. Вот. В будущем, если не удастся попасть в больницу на дневной стационар, я пропью, вот, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Так, это комплекс с гинко-битлоба готу-колой плюс B12. Это как раз месячный курс. Она, как видите, запаяна, еще не открыта. Вот это средство, хороший помощник, если нет ключа или я его не применяю, или не могу принять, использовать на работе столько, сколько надо, хорошо срезает, получается, хороший усеченный треугольник, да, в плане снятия раздражительности, остроты, суетливости. Вот этот бат, в который входит и магний, и л-тианин, аминокислота, которая входит в зеленый чай. И другая кислота, сложно мною выговариваемая, но сокращенно она называется ГАБА. Ну, реально, на второй-третьи день приема по две капсулы, а то и по три. Там, вот, ты чувствуешь, что ты уже стал менее нервозный, менее раздражительный и менее, главное, суетливый. Ну, когда, не знаю, за что взяться, берешься за 10 дел сразу, и в итоге ни один из них не добудешь до конца. Вот так вот. Здесь 60 штук, хватает на месяц по две капсулы. Стоит 700-800 рублей, без учета доставки. Вот так вот. Ну что, будем заканчивать. Пора уже на работу собираться. А еще одно маленькое подтверждение улучшения своего состояния значительного является вот этот спортивный снаряд. Как вы понимаете, человеку с ДЦП, с гиперфункцией мышц, которые в анамнезе прописаны, заниматься, поднимать тяжести, вносуши, подтягиваться, или или тягать подобные гантели, или на тягать штангу, или заниматься прессом, практически противопоказан. И как вы понимаете, если бы я не чувствовал возможность все-таки это выполнять, то эти бы снаряды не купил и их бы не использовал. Поэтому вот так вот такие пироги с котятами к сожалению, времени сейчас не хватит. Впереди в третий раздел у всякой всячины. Его запишу отдельно и выложу уже отдельно от себя. И дам ссылку на в одном из подвидеороликов у Хасая Магомедовича. Всем спасибо за внимание и всего доброго.